Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале свежих новостей и обзоров всего, что происходит в нашей игре. Если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на этот канал, а в этом видео я попытаюсь быть вам полезным в решении вопроса обновления своих учетных данных. Вот такое вот сообщение начало в последнее время приходить игрокам и многие не знают, что с этим делать. В принципе, особо сложного ничего нет. Нажимаете на зеленую кнопку, на кнопку, которая называется «Обновить данные». Возможно, она будет у вас на английском языке, короче говоря, зеленого цвета. Когда вы нажимаете на эту кнопку, вы должны попасть на вот такую вот страничку. И в целом на этой странице вроде бы все сложно, но по факту ничего сложного нет. Сейчас кратко. В чем проблема? Проблема заключается в том, что у вас либо есть на Европе несколько аккаунтов, которые находятся привязанными к одним и тем же учетным данным, либо у вас есть еще аккаунты на Азии, либо на Америке. Ну, то есть на серверах Азии и Америки. Что делать в случае, если у вас есть аккаунты на разных регионах? Ну, если такая ситуация у вас есть, то тогда просто нажимаете «Login» на Азии, либо на Америке, в зависимости от того, где находится ваш аккаунт. Так, вводите электронный адрес, тот, к которому подвязан соответствующий аккаунт на соответствующем регионе, то есть, допустим, на Азии. Вводите пароль, нажимаете «Login». У меня такого нет, поэтому ничего с этим сделать не смогу и показать, как это работает, не получится. Но, в принципе, все очень просто. Логин, пароль. Если хотите, чтобы вас запомнило, то «Remember me» и нажимаете «Login». После того, как вы это сделаете, у вас станет активной вот эта кнопка «Link». «Link Accounts» говорит о том, что вот эти вот два аккаунта, они будут связаны между собой и этого больше, чем достаточно. То есть, когда вы залогинитесь здесь, у вас появится точно так же «Азия», будет написано игровое имя ваше, как вы себя в игре назвали, ваш никнейм. Ну и, соответственно, нажимаете «Link». Если у вас на Азии или на Европе есть несколько аккаунтов, нажимаете «Logout» на одном из них. Ну и, соответственно, логинитесь повторно, но уже под другой ваш игровой аккаунт. И опять нажимаете «Link Accounts». Таким образом, вы связываете все свои аккаунты под одни ваши идентификационные данные в виде электронного адреса, даты рождения и так далее, и так далее, и так далее. Если вдруг у вас на Европе есть несколько аккаунтов, то в таком случае вам необходимо просто убедиться в том, что ваши аккаунты находятся на разных электронных адресах. Как в этом убедиться и как это исправить? В целом, все тоже очень просто. Вы просто в игре нажимаете «Настройки». Когда вы... точнее, не так. Вы заходите в аккаунт, который вы хотите проверить. Когда вы в нем находитесь, вы заходите в «Настройки». В «Настройках» нажимаете... Сейчас, секундочку. «Поддержка». Когда нажимаете на «Поддержку», вас перекинет... Блин, как сложно переключаться, ребят, простите, пожалуйста. Когда вы нажимаете на «Поддержку», вас перебрасывает на вот эту вот страничку. Ну, бог с ним, как она выглядит, ничего страшного в этом нет. Когда вы попадаете на сайт игры, убеждаетесь в том, что с правой стороны указано правильно игровое имя. То есть, вы перешли со своего аккаунта, который хотите проверить, на страницу игры именно под этим аккаунтом. Здесь нажимаете на стрелочку и выбираете «Личный кабинет». Я заходить не буду, для того, чтобы не светить свои личные данные. Но нажимаете на «Личный кабинет» и в этом «Личном кабинете» проверяете свои учетные данные. Что у вас должно в итоге получиться, если у вас несколько аккаунтов на Евросервере? У вас должно получиться следующее. У вас должен быть каждый ваш игровой аккаунт подвязан к разным электронным адресам. Если у вас разных электронных адресов нет, то вы делаете следующее. Сначала регистрируете электронный адрес на какой-нибудь платформе. Допустим, на Gmail.com. Регистрируете себе новый электронный адрес и меняете электронный адрес, привязанный в вашем аккаунте, на тот электронный адрес, который вы себе создали. Как это сделать? Вы заходите в «Личный кабинет». В «Личном кабинете» после того, как вы создали электронный адрес, вы должны открыть электронный адрес, к которому подвязан ваш аккаунт. Когда вы открыли этот электронный адрес, в «Личном кабинете» нажимаете «Изменить электронный адрес», пишите новый электронный адрес и при этом письмо придет подтверждение на ваш старый электронный адрес. Вы должны иметь доступ к старому электронному адресу, зайти в него и нажать на ссылку, которую вам пришлют. Таким образом, вы подтверждаете действие смены игрового аккаунта. И на новом электронном адресе вам должно прийти сообщение о том, что вы подвязали данный электронный адрес к своему аккаунту. Ну и таким образом добиваетесь того, чтобы все ваши аккаунты, сколько бы у вас их не было, были подвязаны к разным электронным адресам, если все они находятся на одном сервере. Короче говоря, либо связываете свои аккаунты с одними учетными данными, либо задаете уникальные данные в виде электронного адреса на каждом из аккаунтов. Вот, в принципе, и все. Если я был вам полезен, ребят, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк данному видео, а если есть дополнительные вопросы, пишите, попытаюсь на них ответить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.